Российские педагоги уже начали принимать поздравления с профессиональным праздником. Официально в России День учителя отметят в понедельник. Вместе с коллегами сегодня получает открытки и слышит от учеников теплые слова в свой адрес педагог из Маловишерской школы Василий Федоров. Недавно он стал лучшим онлайн-учителем. Наталья Хмелева поближе познакомилась с математиком, который блестяще справился с дистанционкой. У вас там дети подключены? Да, дети подключены, им идет это задание, они через телефон и посмотрят, пройдут тест входной, потом мы работаем с доской, потом они присылают работу на уроки мне вот сюда, я их оцениваю уже потом по журналу. Впору запутаться, но кому совмещать реальное виртуальное обучение, как не лучшему онлайн-учителю? Василий Александрович, как вы справляетесь? Я не справляюсь, это нормально. То, что я лучший онлайн-учитель, это странно. Вот, это странно. Это мой первый год работы был тогда в школе, сейчас второй. Ну, вот так вот. Может и так, зато на уроках Василия Федорова царит творческий подход. Изучать графики сезонного спроса на арбузы, например, школьникам куда интереснее, чем банально Y равно X в квадрате. А секрет вдохновения прост. За плечами Василия Александровича опыт работы вожатым в образовательном центре. Да и вообще, работать с детьми, признается учитель, ему всегда нравилось. Хотя по образованию он экономист, выпускник Бауманки. В школу попал по программе «Учитель для России». На радость маловишерским детям. Мы очень сильно любим всем классом, и мы лучше начали понимать алгебру ради него. Он приколист, с ним весело на уроках, он шутит. А учиться когда? А учиться лучше понимаешь. Когда весело на уроке, лучше понимаешь? Конечно. Алгебра, геометрия, робототехника, точка роста и кружок по шахматам. Вот такой человек-оркестр работает в маловишерской школе. Да и в конкурсе «Лучший онлайн-учитель» Василий Федоров участвовал сразу с несколькими видеороликами. Победила робототехника. Мы с ребятами смогли подключаться к роботам. Они сидели дома. Я им транслировал картинку на своих роботах, которые ездят. Они подключались к отдельному компьютеру, который подключался к роботу. И писали программу по заданию. А потом смотрели, что делает их робот, корректируя программу в процессе. Все это было онлайн, это было довольно тяжело. Но в итоге пригодилось. Навыки такого обучения очень выручили во время карантина. Да и сейчас остались. На всякий случай. Парадоксно. Лучший виртуальный учитель предпочитает традиционные уроки. Так и детям понятнее. И педагогам проще контролировать процесс. Однако цифровую грамотность у себя Василий Александрович развивает. И в этом готов помочь другим преподавателям. Мы с еще коллегами у агентства картинических инициатив. Сейчас был большой конкурс идеи, сильные идеи для нового мира. И мы туда подавали несколько своих проектов, один из которых цифровой учитель. В котором просто предлагаем начать собирать рабочую группу, чтобы поднимать цифровую грамотность у преподавателей, у педагогов. Глядишь, усилиями маловишерского педагога, грамотных онлайн-учителей станет больше. Ну а сам Василий Федоров пока остается в Маловишере. Надолго? Не знает, как жизнь повернется. Но из сферы образования в любом случае не уйдет. Призвание такое – людей учить. В общем, ну вот теперь вам мат. В четыре хода. Вот что значит мастер. Из-за Маловишери Наталья Хмелева, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.